В здании медико-профилактического факультета оживленнее, чем обычно. 90 работодателей из учреждений здравоохранения Рязани области, Калуги, Тулы, Тамбовской, Владимирской областей приехали, чтобы познакомиться со своими будущими сотрудниками. Выпускники РЯЗГМУ, желанные специалисты в любой поликлинике. И в поликлиниках города уже сейчас не так много вакансий, вы знаете, практически их нет. А в районах остается. Будем работать. Но надо понимать, что, конечно, это не только вопрос регионального Минздрава, и медуниверситета, и, конечно, вопросы глав районов, насколько они активно хотят видеть специалистов, создают для них комфортные предложения и определенные преференции. Конечно, молодой специалист желает, чтобы его ждали, чтобы ему были рады, и он должен и хочет это видеть. Но эти ярмарки, конечно, определенные, большое слагаемое, большой комплекс на работу. Основная ценность мероприятия – ясная картина. И для студентов, куда обращаться по поводу работы после окончания вуза, какие специалисты и где именно востребованы, и для медучреждений, нуждающихся в квалифицированных кадрах и находящих их именно здесь. Во-первых, приезжают уже главные врачи, не просто, так сказать, руководители отдела кадров, главные врачи, которые рассказывают студентов, убеждают потенциальных выпускников и работников, что стоит поехать в то или иное лечебное учреждение. И то, что мы имеем положительный эффект, это однозначно. Мы вот в этом году практически уже закрыли первичное звено в городе Рязани. То есть участковая служба заполнена сейчас почти где-то на 95%. Традиция проводить ярмарку вакансий сложилась около пяти лет назад. К настоящему времени в ней принимают участие порядка 90 учреждений здравоохранения. И статистика показывает, что с каждым разом расширяется география. Новые и новые регионы приезжают в Рязань, чтобы найти нужных сотрудников в штат медучреждений. И каждый стремится заинтересовать будущих специалистов, предоставить им наиболее комфортные условия работы и проживания. Ведь качественные специалисты, каких выпускает Рязанский медуниверситет, всюду на вес золота. Мы входим в программу «Земский доктор». То есть наши специалисты молодые, которые к нам приходят, они получают миллион. Это сразу позволяет решить жилищную проблему. Потом я думаю, что хорошие, когда приезжают молодые ребята, они видят, что хорошая диагностическая база и лечебная, то есть они имеют все возможности для роста профессионального. Это тоже привлекает, конечно, к нам молодых. Ребята же в основном собирают информацию, чтобы уже до поступления в ординатуру определиться со своим будущим. Так как мы с медикой профилактического факультета, у нас немного сужен выбор. Больше гигиенические дисциплины различные, или диагностика какая-нибудь. В принципе, есть вакансии в Центре гигиены и эпидемиологии или в Управлении Роспотребнадзора. Основные такие. Также требуется в санатории вакансии. Сизиологи и аниматологи нужны. К сожалению, мне больше интересен травматологию, поэтому хочется надеяться на лучшее что-нибудь найти для себя, подыскать, но будем искать дальше. Отметили, что профессия врача по-прежнему является очень востребованной. Не хватает кадров на периферии. Особенно много проблем с узкими специалистами. Надеюсь, что в скором времени мы эту нишу заполним. Главврачи больницы-поликлиник, студенты и ординаторы подчеркивают пользу ярмарки вакансии. Но значимое это мероприятие в гораздо более широких масштабах в развитии здравоохранения региона и страны. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова